Привет, я Стив Келли, старший пастор церкви Волна, Вирджиния-Бич, штат Западная Вирджиния. Благодарю, что присоединились к нашей программе, и в особенности хочу поблагодарить наших партнеров. Благодаря вашей щедрости мы имеем возможность выходить в эфир и распространять послания, дающие жизнь не только в Хэмптон-Роудс, но и на весь мир. Как вы знаете, мы находимся в туре по Святой Земле и делаем здесь пятинедельную серию программ. Мы посещаем конкретные места, говорим о них, и Библия оживает. Это одно из моих любимых мест — Галилейское море. Здесь Иисус сказал ученикам, «Переправимся на другой берег». И вдруг началась сильная буря. Иисус успокоил ее. Название сегодняшней проповеди — «Где ваша вера?» «Я хочу вас вдохновить». «Отправляемся на Галилейское море». Именно там Иисус сказал ученикам, «Переправимся на другой берег». Он успокоил бурю и изгнал бесов из одержимого. Он полностью освободил его. И ученики усвоили, что когда ты живешь с Божьей миссией, в твоей жизни будет сопротивление. А куда же без него? Нужно научиться различать препятствия и преодолевать их, какая бы буря не встречалась нам на пути. Итак, Галилейское море. Я уверяю вас, вам очень понравится это послание. Смотрите. Мы находимся на Святой Земле. Последние пару недель мы находимся в туре по Святой Земле. Это место, несомненно, мое самое любимое в Израиле. Мы находимся на севере Израиля, чуть ниже голландских высот. Это известное место — Галилейское море. Отсюда Иисус начал большую часть своего служения. На берегу этого моря есть возвышенность, с которой Иисус произнес свою Нагорную проповедь. И также отсюда мы можем наблюдать гору преображения, когда Иисус сменил человеческую оболочку на божественную. Ему явились Моисей и Илья — это особое место. А также именно здесь Иисус призвал рыбаков стать его учениками. И затем здесь Он укрепил Петра, когда тот отрекся от него, и совсем пал духом. Иисус явился ему, Он дал им невероятный улов. Петр мог восстановиться в своем призвании. Это место является одним из самых любимых, потому что одно из посланий для моей жизни было сказано именно здесь. Находится оно в Евангелии от Луки 8 главе, 22 стихе. В один день Он вошел с учениками Своими в лодку и сказал им, «Переправимся на ту сторону озера». Они не знали, что их ждет на том берегу, но Иисус, конечно, знал. Они вошли в лодку и отправились. Во время плавания их Он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, и они были в опасности. Они разбудили его и сказали, «Наставник, наставник, погибаем». Но он, встав, запретил ветру, и сделалась тишина. Они в страхе и удивлении говорили друг другу, «Кто же это, что и ветрам повелевает, и воде, и повинуются ему?» Иисус спросил их, «Где вера ваша?» Он спрашивает и нас с вами, «Где ваша вера?» Обратите внимание на то, что Иисус сказал ученикам, «Переправимся на ту сторону озера». Вы, должны быть, вспомните, что на том берегу жил одержимый легионом демонов. Иисус хотел переправиться на другой берег. Они делали это и раньше, поэтому без вопросов сели в лодку и отправились на другой берег. Это было для них обычное дело, и Библия говорит, что Иисус уснул. Интересно, он нарочно уснул? Может, он дал ученикам возможность сделать шаг веры и повелеть ветру утихнуть? Не знаю. Не знаю, как вы, но я бы предпочел спящего Иисуса в своей лодке, чем не иметь Иисуса в своей лодке вообще. Итак, на озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, и они были в опасности. Лодка наполнялась водой. И в Евангелии от Марка мы читаем, что ученики кричали, «Наставник, наставник, мы погибаем, а тебе и дела нет». Только представьте, что они с Иисусом, уже восьмая глава, и они все еще сомневаются, что ему есть до них дело. Я лично считаю, что он нарочно уснул, чтобы дать им возможность сделать шаг веры и повелеть буре утихнуть. Поэтому из этой истории на Галилейском море мы можем извлечь следующие уроки. Первый. Внезапная реакция на кризис показывает, что находится в вашем сердце. Кризис показывает, кто вы есть на самом деле. «Пока не прижмет, вы не знаете, что у вас внутри». И вот ученики, которые были всегда с Иисусом, им нравилось служение Иисуса, его жизнь. Но когда начался шторм, они начали кричать, «Наставник, наставник, спаси нас, мы погибаем». Библия говорит, от избытка сердце говорят уста. «Мы видим, что они были в страхе, в ужасе, и даже обвиняли его, что ему нет до них дела». Итак, первое. Реакция на проблему. Она показывает, что находится внутри вас. Итак, Иисус берет власть над бурей. Ученики разбудили его. Не знаю, как у вас, но мои молитвы, когда я только что проснулся, не самые сильные. Иисус проснулся в лодке намного меньше, чем этот. Он крепко спал. И чтобы спать во время шторма, ты должен действительно очень крепко уснуться. Итак, Он взял власть над бурей. Библия даже говорит, что Он запретил бурю. Но как можно запретить тому, что не является личностью, не имеет души? И кажется, что здесь нет логики. Но если рассмотреть значение слова «запретил», то здесь оно означает «распознал природу этой бури». Вы помните, Он сказал ученикам, «Переправимся на другую сторону». Он распознал природу этой бури, откуда она берет свое начало, и Он осудил ее. В природе этого шторма Иисус распознал сатанинскую активность. Он смог распознать источник бури, потому что Он знал, кто ждет Его на другом берегу. Человек, одержимый легионом демонов. Дьявол знал, что Иисус направится туда. Он уже направился туда. И враг устроил бурю. Иисус, в свою очередь, запретил этой бури. Он почувствовал, кто стоит за бурей и вынес осуждение. Порой мы ссоримся с женой или спорим с начальником, и нам кажется, что это им мы должны противостать. Однако бывает, что источник этой ссоры — внезапная демоническая активность. Вы ничего не сделали, чтобы ее начать. Но вы можете ее распознать и осудить. Вы можете осознать, кто стоит за этой бурей. Иногда ее инициирует дьявол, и мы можем запретить ему. Дьявол стоит за многими штормами в нашей жизни. Здесь говорится, что буря пришла из ниоткуда. Кто ее источник? Иисус запретил шторм. Итак, вот оно, мое третье наблюдение. Во-первых, проблема показывает, кто вы есть на самом деле. Ваша внезапная реакция все открывает. Во-вторых, Иисус взял власть над бурей, потому что знал, что за ней стоит сатанинская активность. Он знал, куда направлялся. И, наконец, в-третьих, Иисусу пришлось разобраться с самым страшным штормом. Это не тот шторм, что в море, но шторм потери веры среди учеников. Обратите внимание на вопросы Иисуса. Где вера ваша? Почему вы так испугались? Он говорит этим, что они могли точно так же успокоить шторм. «Вам даже не нужно было меня будить». Заметьте, Иисус не спросил, почему у вас нет веры. Он спросил, где вера ваша? В других случаях он назвал их «мало верами». Иисус не сомневался, что вера у них есть, но называл их «мало верующими». Он задал им вопрос, где же она, вера ваша? На что вы ее обратили? А на что они обратили свою веру? Они поверили в разрушительную силу бурь. Они поверили, что могут погибнуть в этом шторме. У них была вера. Мы слышали, как они говорили, а от избытка сердца говорят уста. «Иисус!» «Иисус, мы тонем!» Так в чем же была их вера? Они верили в шторм и не имели сомнений, что этот шторм способен их погубить. У них была вера, но она была направлена не туда. Они направили свою веру на разрушительную силу шторма. Мы тоже можем извлечь веру в свои проблемы. Мы больше верим проблемам, чем словам Иисуса. Иисус сказал им, «Переправимся на ту сторону». Он не сказал, что они пройдут всего полпути, а потом потунут. Он сказал, «Переправимся на другую сторону». Порой, когда мы переправляемся к нашему прорыву, к избавлению и свободе, мы можем встречать шторма на пути, но мы можем брать над ним власть. Наша вера должна быть не в силу шторма. А также они уповали на мощь лодки, но сейчас ее носила по волнам. Они верили в силу бури, верили в лодку, но ее заливало водой. Лодка их подвела, и третья, в чем была их вера, это в их навыках, как рыбаков. Они не впервые сталкивались со штормом на море. Они рыбаки, они всю жизнь этим занимались. Они и раньше видели шторм, и не раз. Но они верили, что этот шторм был слишком сильный, чтобы им с их навыками его преодолеть. Вот что Библия говорит в 13 главе «Послание к евреям». Автор послания к евреям говорит здесь, «Поскольку он так сказал, мы говорим». Давайте посмотрим. «Ибо Иисус сказал, «Не оставлю тебя и не покину тебя». Так что мы смело говорим, «Господь мне помощник». И не убоюсь, что сделает мне человек». То есть наша вера всегда должна быть в то, что сказал Иисус. Мы можем верить, что если Он сказал «Переправимся на тот берег», то мы точно переправимся. То есть если Иисус говорит, что ты голова, а не хвост, то ты действительно голова, а не хвост. Если Иисус сказал, что ты всегда вверху и никогда не внизу, то так оно и есть. Если Иисус сказал, что ранами Его вы исцелились, верьте, что так оно и есть. Если врач говорит, что в вашей жизни шторм – страшная болезнь, что у вас рак или другая неизлечимая болезнь, наша вера должна следовать за словами Иисуса, а не за штормом, обрушившимся на здоровье. Мы должны верить тому, что сказал Иисус, имея веру в Его слова, говорить то, что Он сказал, а Он сказал «Мы переправимся». Мне нравится место во втором послании Коринфянам, 4 главе, это 13 стих. «Но имея тот же дух веры, как написано, Я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, прежде чем говорить, убедитесь, что вы знаете, во что вы верите». Иисус не сомневался, что у них есть вера. Он спрашивал, где она, эта вера? Они верили в шторм, верили в лодку, мы слышали их слова, от избытка сердца говорили их уста. Поэтому Иисус спрашивает нас сегодня, «Где вера ваша?» Вот что говорит Библия, это послание к римлянам, 10 глава. Мы говорим о том, что должны верить не в шторм, а в слова Иисуса. А праведность от веры так говорит. «Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо», то есть Христа свести, или «кто сойдет в бездну», то есть Христа из мертвых возвести. «Но что говорит Писание?» «Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем», то есть слово веры, которое проповедуем. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Согласно этому месту Писания, вера должна быть в двух местах — в сердце и в устах. Мы должны верить в слова Иисуса. Для того, чтобы спастись, недостаточно просто верить в сердце, нужно еще исповедовать это своими устами. То есть вера — это ваш голос в действии. Каким бы ни был шторм, то ли в финансах, то ли член семьи отступил от Бога, то ли вы потеряли работу, какой бы ни была эта буря, убедитесь, что вы верите в своем сердце, потому что это отразится на том, что вы говорите. Поэтому вера должна быть и в сердце, и в устах. Слово веры, которое проповедуем. Когда мы напуганы, мы говорим, «У меня сердце чуть не выскочило», но если сердце подпрыгивает от правильных вещей, в этом нет ничего плохого. А вот если сердце полно страха, то этот страх будет у вас и на устах. Но если ваше сердце полно веры, и сердце выскакивает, то в ваших устах будет не что иное, как вера. Что сказал Иисус? Перейдем. Мы можем говорить все, что Он сказал. Мы провозглашаем то, что сказано в Слове Божьем. И если мы имеем веру в своем сердце и провозглашаем это своими устами, то мы увидим, как исполняется все то, что Он сказал. Вопрос лишь в том, какое Слово у вас в сердце, когда вы оказались в беде. Не нужно ждать проблем, чтобы выяснить, что скрывается в вашем сердце. Убедитесь в том, что вы знаете Слово Божие и храните его в своем сердце, чтобы когда начнется шторм, вы могли сказать, «Мы перейдем на другую сторону». Вот несколько стихов из Библии. Послушайте. Это о силе ваших слов. Первое место — это книга притчи, 16 глава, 30 стих. Сказано, «Закусывая себе губы, совершает злодейство». Он движет не руками, а устами. То есть, жизнь и смерть во власти языка. Притча, 18 глава, 21 стих. Говорит, что язык имеет власть жизни и смерти. Далее, 30 глава, 32 стих. Те же самые притчи. Если ты в заносчивости своей сделал глупость и помыслил злое, то, послушайте, что говорит Библия, положи руку на уста свои. Слова, которые мы произносим, запечатлевают наше спасение. Мы должны верить в сердце и исповедовать устами. Недостаточно просто верить в сердце, нужно провозглашать об этом своими устами. Вера — это ваш голос в действии. И здесь мы читаем, что если в вашем сердце есть то, что не соответствует слову, если вы обнаруживаете там нечто плотское и нечистое, то вы не должны допустить, чтобы это вышло из ваших уст. Положите руки себе на уста. Вы когда-нибудь это делали? Таким образом, я не позволяю тому, что в моем сердце выйти из моих уст. Мы читаем о том, что Захарий, который станет отцом Иоанна Крестителя, явился ангел. Ангел возвестил ему, что у него будет сын, что он назовет его Иоанном. Он станет Иоанном Претечи. Он подготовил людей к приходу Господа. Но Захария сказал, я уже стар. Как я могу в это поверить? Библия говорит, что он был благочестивым мужем, он ходил в послушании Слову Божьему. Но в момент посещения, несмотря на то, что он много молился о том, дабы Бог дал ему ребенка, когда ангел возвестил ему о том, что его молитвы услышаны Богом, Захария не поверил. Теперь, когда мы прочитали слова из Претечи, вы понимаете, что произошло? Мы создаем мир, в котором живем, словами, которые произносят наши уста. Ангелу даже пришлось прикрыть его уста. Он сделал Захарию немым на время, чтобы словами своими. Захария не остановил Божие чудо. Если ангел возвестил об этом, то Иоанн Креститель обязательно родится. Ему нужно прикрыть уста. Недостаточно только верить в сердце, нужно исповедовать устами. День рождения Иоанна Крестителя был особенным. С того дня, как ангел посетил его, Захария не произнес ни слова. Все уже привыкли, что Захария немой, и думали, что это навсегда. И когда подошло время назвать ребенка, вдруг впервые за 9 месяцев, Захария произнес его имя Иоанн. Я верю. Бог сделал нечто подобное в Иерихоне. Когда народ Израиля маршировал вокруг Иерихона, Бог повелел им молчать, чтобы они не исповедовали негатив. Для того, чтобы из ваших уст не исходил страх, беспокойство и депрессия, вам нужно учиться полагать руку на уста свои. Наполните свое сердце правильными вещами, Словом Божиим, и только тогда позволяйте себе что-то сказать. Где вера ваша? Я дам вам еще одно местописание. Давайте посмотрим теперь псалмы. 38-й псалом, 4-й стих. «Воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь. Я стал говорить языком моим». Давайте послушайте еще раз. «Воспламенилось сердце мое во мне». «В мыслях моих возгорелся огонь. Я стал говорить языком моим». То есть не стоит говорить, пока ваше сердце не зажжется огнем. Не относитесь легкомысленно к тому, что произносите устами. Здесь сказано, «Воспламенилось сердце мое во мне». Не это ли произошло с учениками по дороге в Эмаус? Это было недалеко отсюда, недалеко от Галилейского моря. Иисус умер и воскрес, и явился своим ученикам. И вот по дороге в Эмаус шли ученики, рассуждая о том, что произошло. Они не поняли, кто шел с ними, и разъяснял им Писание. Они сказали, «А не горело ли в нас сердце наше?» Они не узнали его. Иисус стал для них неузнаваемым. Но они помнили, что их сердце горело внутри. Иоанна 1 глава. «Вначале было Слово и пребывало с нами, и Слово стало плотью». Здесь, на Галилейском море, мы видим, что Иисус, это явленное Слово Божие, Он стал плотью. И я хочу вас уверить, что Иисус сказал, «Переправимся на другую сторону». Я не знаю, что для вас другая сторона, но там вас ждет ваш прорыв. На той стороне Бог будет вас использовать. На той стороне вы получите свое исцеление и благословение. Я хочу вас сегодня призвать к размышлению над вопросом Иисуса, «Где вера ваша?» Мы можем иметь все, что Бог говорит, что мы можем иметь. Мы не можем вложить слова в уста Бога, но мы точно можем говорить то, что Он сказал, и мы можем быть водимы Его Словом. Я молюсь, чтобы вы наслаждались этим туром по Святой Земле. Добавлю, что это безграничное восхищение находиться в тех местах, где Библия живает. Сегодня я хочу обратиться к вам, хочу поговорить о ваших отношениях с Иисусом. Вы христианин? У вас есть отношения с Иисусом? Произошла ли у вас изменяющая жизнь встреча с Иисусом? Я молюсь сегодня, чтобы эту серию через тур по Святой Земле и Иисус становился бы более живым для вас, более реальным для вас, чем раньше. Я хочу помолиться вместе с вами сейчас. Может, вы никогда не молились этой молитвой раньше. Попросите Иисуса войти в вашу жизнь. Может, у вас нет личных изменяющих жизнь отношений с Ним. Может, вы произносили такую молитву, но знаете, что сегодня вам нужно принять решение приблизиться к Богу, занять правильное положение. Скажите, дорогой Господь Иисус, войди в мою жизнь сейчас и покажи свою реальность. Я принимаю тебя сейчас, твою любовь и твою милость, твою благодать и твое прощение. Спасибо, Иисус, сейчас я христианин, а ты живешь во мне. Во имя Иисуса. Аминь и аминь. Если вы произнесли эту молитву, то я хотел бы сделать для вас кое-что. Я бы хотел достичь вас. Но для этого вы должны достичь нас. Поэтому я прошу вас сообщить, если вы помолились такой молитвой. Если вы зайдете на сайт, указанный на экране, свяжетесь с нами, сообщите, что вы помолились такой молитвой, вы приняли решение приблизиться к Богу, занять правильное положение, то я хотел бы отправить вам подарок совершенно бесплатно, только для вас. Я хотел бы дать вам знать о следующем шаге. Я ободряю вас сделать это прямо сейчас. Уделите время, посетите наш сайт и дайте нам знать о вашем решении. Мы хотели бы увидеть вас в воскресенье. Навестите нас здесь, в Хэмптон Роудс. Где бы вы ни находились, станьте частью хорошей библейской церкви. Бог благословит вас. Спасибо за просмотр. Жду встречи с вами на следующей неделе. Дорогие телезрители, мы находимся в Хэмптон Роудс. Нашу телевизионную программу еженедельно смотрит 42 тысячи человек. Я хочу предоставить вам возможность стать партнером нашего служения. Вы можете принять решение либо поддерживать нас ежемесячно, либо сделать одноразовое пожертвование. Помогите нам распространить это послание как можно большему количеству людей. Наша программа транслируется в России и также на Среднем Востоке. Телевизионное служение в Хэмптон Роудс существует за счет поддержки партнеров. Я верю, что это телевизионное служение приобретет национальный и международный характер. Бог дает нам передавать послание, которое приносит жизнь. Без вашей поддержки мы не сможем продолжать это делать. Поэтому я призываю вас зайти на наш сайт в раздел «Партнерство». вам будет предоставлена возможность либо поддерживать нас ежемесячно, либо сделать одноразовое пожертвование. Я благодарен вам за вашу поддержку и также хочу дать возможность стать нашим партнером. Библия учит нас тому, что если мы участвуем в чем-то, что больше нас самих, наша жизнь становится больше. Вы сеете в добрую почву. Я вам обещаю, что мы будем молиться за каждого из вас. Мы всегда молимся за наших зрителей. Но, дорогие партнеры, вы должны знать, что мы будем молиться о вас. Да благословит вас Бог! Тяжесть стыда тянет вас вниз. Любовь и прощение — это то, что вас поднимает вверх. Если вам нужно чье-то прощение, ищите его. Если вам нужно восстановление отношений, сделайте все, чтобы их восстановить. Главное поймите, Божьи благодати довольны для нас. Бог создал вас, чтобы вы влияли на других ради его царства. Ваше предназначение в том, чтобы помогать другим в достижении их мечтаний. Акцент лидерства Стива Келли рассказывает об основных принципах, которым он научился в личной жизни и в служении. Эта книга даст вам 10 критериев, которые помогут вам понять ваш потенциал и вести людей за собой. Вы можете заказать ее онлайн. Я сказала «да» лидерскому колледжу «Волна». Я нашла возможности для служения, улучшения академических знаний, личностного роста, наставничества и семьи. Я сделала правильный выбор. Ваша история начинается здесь. Мы приглашаем вас на наши воскресные собрания. Церковь «Волна» расположена в разных регионах США. Для получения более детальной информации о нашей церкви, времени и месте богослужений посетите наш веб-сайт.